Прямо сейчас я лежу под кроватью в своей спальне, и надо мной происходит что-то невероятное. Я слышу громкие стоны моей жены Элис и слабые стоны Карла Паркса, личного тренера моей жены. После рождения дочери Фрэнсис Алиса потеряла форму и хотела вернуться в форму. Поэтому я нашел для нее лучшего тренера в городе, заплатив ему значительную сумму за работу с женой в спортзале. Однако я никогда не предполагал, что их занятия фитнесом пройдут прямо в нашей спальне. Теперь, лежа под кроватью, готовая осуществить свой план мести, я размышляю о том, как я оказался в такой ситуации и как моя жена решила изменить мне со своим личным тренером в нашем собственном доме. Я Гороль Трендал, успешный инженер. 15 лет работы в компании принесли свои плоды. Я приобрел хорошую машину, дом и мог позволить себе путешествовать. Я всегда считала, что женщина – генератор мужчины. Ведь мужчине много не нужно, а женщина требует много. Поэтому, когда я встретил Алису в колледже, я сразу же пошел на работу, чтобы дать ей все самые лучшие. У нас были взлеты и падения, но что по-настоящему вдохновило меня, так это то, что Алис осталась со мной, несмотря ни на что. Даже когда я не мог позволить себе платить за дом и существовал риск выселения, Алиса все равно поддержала меня и осталась верной, и я глубоко ценю это в ней. Когда наша жизнь стала стабильной со стабильным доходом, мы начали задумываться о создании полноценной семьи. Моя зарплата покрывала все наши основные потребности, и мы даже могли экономить деньги. Поэтому Алиса уволилась с работы и начала жить в свое удовольствие, а я не гнушался тратить деньги на ее развлечения, потому что понимал, насколько важно для моей женщины быть счастливой и сохранять свое благополучие. Дорогая, у меня для тебя замечательная новость. Да, что это такое? Мы сделали это. Я поднял Алису на руки, и мы закружились на месте. Я был чрезвычайно счастлив. Наконец-то я собирался стать отцом. Мы с Алис сразу же погрузились в книги и документальные фильмы для будущих родителей, выпивая за наши будущие роли. Это было золотое время, но самым крутым событием стала вечеринка по раскрытию пола, куда мы пригласили всех наших родственников и друзей. Там мы узнали, что у нас будет девочка, и начали обсуждать имя ребенка. Я хочу, чтобы ее звали Джойс. Вам не кажется, что это довольно распространенное явление? Хорошо, тогда предложите свой вариант. Назовем ее Фрэнсис. Мне это нравится. Давайте продолжим. Итак, мы договорились, что назовем нашу будущую дочь Фрэнсис. По мере приближения срока родов я заметил, как Алиса все больше огорчалась из-за своей фигуры. Для нее это был настоящий стресс. Она всегда держала себя в форме и прекрасно выглядела на протяжении всей жизни. Теперь она чувствует себя постаревшей и не выглядит такой привлекательной, как раньше. Дорогая, забудь об этом. Ты для меня самая красивая. Нет, Гарольд. Я ужасно выгляжу. Посмотрите на мои щеки, ноги. Это катастрофа. Эти тренировки для беременных совершенно не помогают. Да, я платил за ее еженедельные предродовые тренировки, на которых женщины выполняли упражнения с низкой нагрузкой под руководством тренера. Честно говоря, меня не особо волновал внешний вид Алисы из-за ее биологических изменений во время беременности. Она значительно набрала вес, но с этим ничего не поделаешь. Я каждый день ее успокаивала, что это нормально, и даже врачи ей так говорили, но она продолжала расстраиваться. После рождения Фрэнсису Алисы случилась еще большая истерика. Как будто кто-то заменил ее. Вместо того, чтобы проводить больше времени с нашим ребенком, она каждый день занималась дома и отказывалась от еды, аргументируя это тем, что он быстрее похудеет. Тебе нужно питаться молоком, понимаешь? Ничего плохого не произойдет, если Фрэнсис будет употреблять молочную смесь. В этом нет ничего страшного. В конце концов, через месяц у Алисы пропало молоко, и нам пришлось кормить Фрэнсис молочной смесью, что меня не очень обрадовало. Я хотела, чтобы Алиса выполняла свои материнские обязанности, как мы договаривались вначале, но вместо этого она постоянно устраивала истерики и проводила с малышом минимальное время. Я начал беспокоиться о Фрэнсис, поэтому мне пришлось нанять няню, которая приходила несколько раз в неделю, чтобы посидеть с Фрэнсис, пока Алиса пыталась вернуть прежнюю форму. Когда Фрэнсис исполнилось 4 месяца, Алис решила поговорить со мной. Гарольд, я не могу сбросить лишний весовой, я хочу вернуться в спортзал, чтобы сделать мои тренировки более эффективными. Почему тебе не нравится заниматься дома? В домашних условиях это неэффективно. У меня только один мяч и коврик, а для эффективности этого недостаточно. Хорошо, но за тренажерный зал я оплачу только после консультации с врачом. Через несколько дней ко мне пришла веселая Алиса, предоставив справку от врача, разрешающую ей возобновить тренировки, и я согласилась оплатить ее абонемент в спортзал. Меня смущало, что Алиса как мать мало времени проводила с ребенком и перекладывала все свои обязанности на няню. Для ребенка первого года жизни очень важно, чтобы рядом была мама, и такая ситуация казалась абсурдной. Я не хотел забивать голову негативными мыслями. Я просто хотел, чтобы Алиса снова стала тем веселым и любящим человеком, которым она была раньше. Я даже предложила ей обратиться к психологу, думая, что у нее может быть послеродовая депрессия, но она отвергла это предложение, сказав, что с ней все в порядке и все хорошо. Однажды Алиса подошла ко мне и сказала, что ей нужен личный тренер, потому что она не тренировалась больше года и ей нужно наверстать пропущенные тренировки и вспомнить все упражнения. Я хотел найти ей надежного тренера, но через пару дней она показала мне фотографию Карла Паркса, который имел отличную репутацию личного тренера, подбирающего индивидуальные эффективные программы тренировок для каждого клиента. Алиса сказала, что уже была с ним на бесплатном пробном сеансе и ей очень понравилось. В этот момент я впервые увидел на ее лице искреннюю улыбку, поэтому сразу дал ей денег на оплату тренера на несколько месяцев вперед. Со временем дела пошли лучше. Алиса начала приходить в форму и даже стала привлекательнее, у нее поднялось настроение и, наконец, она стала проводить больше времени с нашей дочерью Фрэнсис. Наша пустельная жизнь стала еще лучше, чем раньше. Я даже не узнала ее. Она двигалась так грациозно, что я просто трепетала перед ней. Жизнь, казалось, вернулась в нормальное русло. У нас росла прекрасная дочь, жена была счастлива, а я работал, чтобы обеспечить свою семью. Что может быть лучше? Прошел год с тех пор, как Алиса начала тренироваться с Карлом Парксом, а нашей дочери Фрэнсис исполнилось равно 1,5 года. Я увидел замечательный результат у Алисы. Она стала более живой и энергичной. Я понял, что ей больше не нужен тренер, поскольку она может легко поддерживать свою форму. Алиса, ты невероятно красивая, но тебе не кажется, что пора прекратить тренировки с тренером. Вы добились хороших результатов. Я все еще могу платить за занятия, но больше не вижу в этом необходимости, учитывая, насколько это дорого. Я не могу прекратить тренировки, иначе этот год тренировок был бы бессмысленным. Почему? Вы умеете заниматься спортом, и я не вижу необходимости в тренере. Ты не понимаешь, мне нужен тренер. Наш спор длился около часа, и Алиса в конце концов убедила меня, что тренер ей нужен. Со временем вместо двух занятий в неделю стали встречаться три раза в неделю, и я продолжал за это платить. Хоть я и не видел особого смысла в этих тренировках, я решил пойти на компромисс. Ведь моя жена была счастлива, и это было самое главное. Это продолжалось в течение года. Фрэнсис сейчас было 2,5 года, Алиса тренировалась с этим тренером в общей сложности два года. Если год назад я видел у Алисы отличные результаты, то сейчас нет. Она вроде даже поправилась, стала есть больше вредной еды и так далее. Более того, Алиса продолжала регулярно тренироваться три раза в неделю, но прогресса, казалось, не было. Для меня это был первый красный флаг. Я не был ревнивым человеком и доверял жене, хотя бы потому, что она не давала мне повода не делать этого. Она проявила ко мне заботу. У нас был отличный секс, но я чувствовала, что что-то не так. Сначала я решил проверить ее спортивную сумку, пока Алиса спит. Я осторожно встал с кровати, взял ее сумку и понес ее на кухню, чтобы осмотреть. В сумке я нашел привычное спортивное снаряжение, сменную обувь, полотенце, бутылку с водой, но мое внимание привлек небольшой, казалось бы, незаметный карман. Открыв его, я нашел презерватив. Это показалось мне странным, потому что мы с Алисой никогда не пользовались противозачаточными средствами или презервативами. Я решил ничего не говорить Алисе, поэтому достал черный маркер и оставил на презервативе едва заметную черную точку, назовем ее меткой, и положил ее обратно. Продолжая осматривать сумку, я услышал, как Алис спускается со второго этажа. Я не мог придумать ничего лучше, чем спрятать сумку под журнальный столик. Почему ты не спишь, дорогая? Наверху у нас закончилась вода, поэтому я спустился за ней. Это здорово, потому что я хотел пить. Мы наполнили водой и вернулись наверх, снова легли спать. Однако я не мог заснуть, потому что мне пришлось вернуть сумку на место. Через час я спустился вниз, забрал сумку, проверил Фрэнсиса и пошел спать. Но я не мог заснуть, потому что в голове кружились мысли. Как мог презерватив оказаться в спортивной сумке моей жены? Меня это беспокоило. На следующий день все казалось нормальным. Я собрался на работу, Алиса планировала провести весь день дома с Фрэнсисом. Не желая дурачить на работе, я позвонил хорошему адвокату Дугласу Сенфорду. Он успокоил меня и посоветовал не делать поспешных выводов. Мистер Рэндалл, во-первых, нам нужно собрать достаточно доказательств для вашего спокойствия. Я свяжу вас со своим частным детективом, и вы предоставите ему всю информацию о вашей жене. Я уверен, что он начнет работать через несколько дней. «Самое главное для вас – продолжать жить нормальной жизнью и не вызывать подозрения у жены. Вы на борту?» Я поддержал идею мистера Сенфорда и отправил все свои данные новому частному детективу. Он попросил дополнительную информацию, в частности, в какой спортзал ходит Алиса, но я даже этого не знал. Частный детектив меня успокоил, сказав, что выяснят. Я был удивлен, что он был готов приступить к работе на следующий день. Я вернулся домой, а жена уже была там, приготовила мне ужин и уложила спать нашего маленького Фрэнсиса. Все было хорошо, и мы прожили так две недели. За это время ни мистер Сенфорд, ни частный детектив со мной не связались, что дало мне надежду на верность моей жены. Однажды ночью я решил проверить спортивную сумку Алисы, где нашел совершенно другой презерватив, без какой-либо пометки. Я немедленно отправил эту информацию своему частному детективу, и на следующее утро он прислал мне дату и время нашей встречи. Я приехал в указанное время, и частный детектив вручил мне большую папку с материалами за три недели работы. Я был удивлен тем, насколько он тяжелый. Мы сидели в кафе, и сыщик рассказал мне все, что обнаружил. Он подарил мне 30 фотографий, два видео и пять страниц подробных записей о передвижениях моей жены. За все это время моя жена ни разу не посетила спортзал. Вместо этого она встретила своего тренера на нейтральной территории. Они вместе ужинали, а затем отправлялись в дорогу отеля и проводили вместе пару часов, прежде чем моя жена возвращалась домой. Также было несколько дней, когда Алиса никуда не уходила, а тренер приходил прямо к нам домой, уезжая через два часа. Я был шокирован всей этой информацией. Частный детектив также отметил, что Алиса встречалась с тренером не только в запланированные тренировочные дни, но и могла проводить время вместе, пока я была на работе, а наша дочь была с няней. Я был погружен в глубокое отчаяние, если бы я был настолько слеп. Частный детектив также собирал информацию о Карле Парксе, проводя большую часть времени заслежкой за ним. Оказалось, что моя жена была не единственной жертвой Карла Паркса. Было еще как минимум пять женщин, с которыми он регулярно встречался в разных отелях. Интересно, что у Карла Паркса была жена и трое детей, семьянин, который в рабочее время занимался сексом со своими клиентами и зарабатывал на этом деньги. У него была довольно сложная установка. Мистер Рендалл, я считаю, что этой информации достаточно, чтобы наказать не только Карла, но и вашу жену. Дальнейшее наблюдение не требуется. Вам необходимо проконсультироваться со своим адвокатом и обдумать дальнейшие действия. Спасибо за ваше сотрудничество. Я вытащил конверт с деньгами и добавил еще несколько сотен за работу сыщика. Я не ожидал такой быстрой и эффективной работы. После встречи с детективом я позвонил своему адвокату мистеру Синфорду, чтобы обсудить дальнейшие действия. Все зависит от того, чего вы хотите. Обладая всей этой информацией, вы окажетесь в выигрышной позиции. Можем ли мы заставить их страдать еще больше? Спросил я, и адвокат ухмыльнулся. Мы договорились встретиться на следующий день, а он тем временем подготовит план, при котором я окажусь в выигрышной позиции. Мне хотелось наказать Алису за то, что она нарушила клятву и так нагло обманула меня. Я не хотел быть дураком, поэтому жалеть ее точно не стал бы. У меня была неделя на подготовку к экспозиции. Больше всего мне хотелось наказать тренера. Я был убежден, что он виновен в измене моей жены. Хотя она могла бы не изменять мне, больше всего я злился на тренера за его некомпетентность и злоупотребление своим профессиональным положением. О чем он думал, когда его дома ждали жена и дети? Я арендовал пару скрытых камер наблюдения и установил их у нас дома. Я предложил Алисе поехать на выходные к бабушке и дедушке, и Алиса с радостью согласилась. Я также заплатил частному детективу, чтобы получить дополнительную информацию о тренере. Когда я заложил основу для самого значимого шоу в своей жизни, я стал ждать сигнала. В тот день Алиса должна была пойти на тренировку, а я утром уходил на работу. Однако на работу я не пошел. Я взял несколько выходных и утром, пока Алиса еще спала, притворился, что собираюсь на работу. Я лежал под нашей кроватью, не зная, сколько времени мне придется там оставаться, но понимая, что Алиса, возможно, захочет встретиться с тренером в отеле. На этот случай у нас был план. Пока Алиса занималась своими делами, я лежал под кроватью, одновременно общаясь с детективом и адвокатом. Через два часа детектив сообщил мне, что тренер едет на такси в сторону моего дома, и это меня порадовало. Смотря через камеры на телефоне, я увидел, как Алиса впустила тренера в дом, закрыла дверь и прыгнула к нему в объятия, страстно целуя. В тот момент мне хотелось встать и хорошенько его избить, но я придерживался плана. Минут двадцать Алиса и тренер придались страсти в гостиной и уже полуобнаженные направились наверх. Я увидел, как открылась дверь и в комнату вошли два тела, которые быстро упали на кровать. Я слушал, как моя жена наслаждалась. Я никогда не видел ее такой со мной, и это меня огорчило. Я чувствовал себя униженным, когда моя жена изменяла мне прямо надо мной, пока я лежал неподвижно, вынужденный терпеть это. Я намеренно не открывал камеру в спальне, чтобы ее не видеть. Со временем я понял, что они начали настоящий процесс. Я слышал, как Алис наслаждается этим. Наконец, через камеры я увидел, как мой друг Джошуа приветствовал у входной двери жену тренера с двумя взрослыми детьми. Он попросил их подождать. Вы можете задаться вопросом, как я убедил их прийти ко мне домой. Это было просто. Мой адвокат связался с миссис Паркс и попросил ее вместе с детьми прийти ко мне домой и засвидетельствовать измену ее мужа. Миссис Паркс была красивой спортивной женщиной, не меньшей, чем те, которым изменял ее муж, и мне ее даже было жаль. Через пять минут приехали родители Алисы. Я пригласил их под предлогом очередной встречи, понимая, что они, вероятно, не поверят в измену дочери. Когда возле дома собралась толпа, я дал Джошуа зеленый свет, чтобы он незаметно провел всех гостей в мою спальню, и операция началась. Я лежал под кроватью, меня тошнило от всего, что происходило надо мной. Кровать так подпрыгивала, что ударялось мне о колени, и мне хотелось поскорее уйти оттуда. Внезапно дверь спальни распахнулась, и в комнату вошли родители Алисы, а за ними и миссис Паркс, которая решила оставить детей в коридоре. Я услышал, как стоны прекратились, и наступила полная тишина. Я посмотрел на камеры и увидел всю сцену. Алиса и тренер застыли в одной позе, как и все присутствующие. Алиса плакала в слезах, не понимая, что происходит. В этот момент я вылез из-под кровати и протянул Алисе документы о разводе. Она не сказала ни слова и начала плакать. Эти двое выглядели жалкими животными, запертыми в клетке, из которой нет выхода. Тренер пытался завернуться в одеяло и что-то сказать, но я взял у него одеяло и сказал, «Ты подонок, верните все деньги, которые были потрачены на вас за последние два года». Понятно? Миссис Паркс заплакал и выбежал из комнаты. Тренер хотел бежать за ней, но отец Алисы остановил его и ударил кулаком по лицу, в результате чего он упал. Я решил уйти, так как все было сделано. Я сказал Алисе собрать свои вещи и не хотел видеть ее здесь вечером. Я вышел из комнаты. Я пытался успокоить миссис Паркс, уверяя ее, что все будет в порядке. Мне пришлось показать ей все доказательства того, что муж изменял ей не только с одной женщиной. Позже в тот же день я поговорил с родителями Алисы, и они сказали, что заберут ее домой на перевоспитание. Ее отец был крайне недоволен дочерью. Я ему объяснил, что она попала под влияние манипулятора и мошенника. Вечером я вернулся домой, а там было пусто. За время моего отсутствия мы с моим адвокатом подали в суд два дела, одно о бракоразводном процессе, а другое против Карла Паркса, обвиняя его в мошенничестве. Мой адвокат объяснил, что нам нужно найти информацию о других женщинах. Если бы выяснилось, что они тоже женаты, мы могли бы привлечь его к ответственности по более серьезным обвинениям. Вечером мне позвонил отец Алиса и извинился за поведение дочери. Он выразил мне симпатию, пережив аналогичную ситуацию со своей первой женой, которая изменила ему через несколько дней после свадьбы. Однако моя ситуация была хуже. Моя жена обманывала меня два года, и я хотел, чтобы справедливость восторжествовала. Через два месяца состоялось судебное разбирательство и мы с Алисой официально развелись. По решению суда Фрэнсис должна была жить со мной, а Алиса могла навещать ее по выходным. Поэтому каждую неделю я отвожу Фрэнсис к бабушке и дедушке, стараясь не пересекаться с Алисой, которая искала со мной примирения. Тем не менее, ее отец защищал меня, и они поддерживали меня. Через три месяца, после того как были собраны все доказательства, против Карла Паркса состоялся суд. Суд постановил, что он должен оплатить полную стоимость своих услуг всем пострадавшим мужчинам. Его не посадили в тюрьму, но он потерял самое ценное в своей жизни – семью. Его бывшая жена Эйприл в конце концов переехала ко мне вместе со своими детьми. Она продала свой дом, получила часть денег, и мы вместе решили продать мой дом, купить новый и отремонтировать его. Мы не могли оставаться в доме, где нас предали партнеры, это было правильное решение. Алиса потеряла ту жизнь, которая у нее была, и ей пришлось искать работу. Ее отец был в ней очень разочарован, поэтому было очевидно, что ей приходится нелегко. Что касается Карла Паркса, то он полностью потерял работу. Когда-то он был лучшим тренером, но стал изгоем, когда стало известно о его неподобающих действиях по отношению к ученикам. Я был рад, что все получили по заслугам. Спустя некоторое время я решил сделать Эйприл предложение, и теперь она официально стала миссис Рэндал. Мы с Эйприл очень сблизились, и наши дети хорошо ладят. Я ценю, что Эйприл – домохозяйка, и для счастья ей многого не нужно. Я верю, что никто из нас больше никогда не задумается об измене, зная, какой травмирующий опыт она приносит. Единственное, что меня сейчас беспокоит, это то, как я объяснил своей дочери Фрэнсис, почему ее настоящая мать не живет с нами. Это конец истории. Напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, главный герой достаточно наказал жену за такой обман? Действительно ли тренер сыграл главную роль в измене жены мужу? Мог ли главный герой гораздо раньше догадаться, что жена ему изменяет? Мы считаем, что жена получила достаточное наказание, по крайней мере, четко осознала свою ошибку и в результате осталось ни с чем. Главный герой правильно сделал, что в порыве эмоций не сделал ничего глупого и сохранил свое достоинство. Тренер поступил неправильно, он скорее был первым, кто затащил в постель своих учениц, да и замужних женщин, что крайне унизительно и неэтично. Красный флаг появился в тот момент, когда жена предложила личного тренера, муж должен был выбрать мужчину или женщину, с которыми будет заниматься его жена, и не имело значения, какая у человека репутация. Главный герой не придал этому особого значения. И вот какой результат он получил в итоге. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!